Так, все парни, давайте все, хватит кричать, сейчас пусть доктор обработает им раны. Друзья, давайте не забывать, что мы вежливые люди, если бы уничтожать, вот так же как они нас. Все, 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 аккуратно, давайте все, литинг прекратите. Опусти руки, опусти руки. Руки опусти, отдыхай, ты уже приехал. Ты откуда, папа? Сене Кировоградский. Эти люди проявили себя в всего лишь битве. Это война, детка, это война. А я тебе пройду, если я понял. Это война, друзья. Мы рассказываем дальше о нелегкой солдатской жизни на войне. Сегодня у нас в гостях заслуженный разведчик украины. Кировоградской, бригады. Юрий, МЗС, очень приятно. Давай, пожму тебе руку. Супа, ты не подумай, что ты схватился-то. Подумай, что реально тебе руку жать будет. Расскажи, как ты вообще, как ты попал в армию вообще, как вот нелегкий путь твой начался? Я тебя обрабатываю. Я вдруг пришел, пришел, три года назад на контракт просто. На контракт пришел, закончил техникум. А что меня не за техникум на электрику? Я не по метро. Я не за техникум на электрику. Пришел, пришел на контракт. Расскажи мне, пожалуйста, ты правосеков. Почему? Почему? Какие правосеки? Ну, правый сектор. А ну-ка, подними голову чуть-чуть. Подними голову. А что это такое? А, ожог, стволовой ожог. Это, ну, стволом прижали к нему. Это свои, что ли, прижали к нему? Да нет, наши, наши. Ладно, тихо. Ну, у наших стволов-то таких нет, чтобы к тебе прижали к нему. Ну, так ты, подожди, и где дальше? Вот ты пришел, значит, ты в Кривом Роге. Вот, правильно. Нет, нет, Кировоград. Да, вот так вот. Кировоград. Пока еще. На ней про Кривой Рог, я думаю, тоже расскажут. А, и что, и как произошло дальше? А ты, в смысле, когда сейчас скажешь? Правда, да. Дальше, ну, как ты? Кому ты в распоряжение поступил? Ну, пошагово, давай. У нас... В Одессе будет. Теперь, где я воевался? Я нигде не боюсь. Да спокойно, спокойно. Все, тебя уже все, не тронут, не парься. Подпорядкуемся на Норске, я говорю, да. Подчиняемся. А кому? Вроде генеральный штаб Украины. Генеральный штаб Украины. Ну, разведка всегда генеральный штаб Украины. Ну, а конкретно, какой непосредственный начальник? Как он себя назвал? Как его фамилия, имя, звание? У меня был командир группы. Сейчас был капитан, наверное, убили, я не знаю. Фамилия? Фамилия капитана... Карпа Тарас Степанович. Как? Как? Карпа Тарас Степанович. Карпа Тарас Степанович. А второго офицера, как звали? Звание и имя? Тоже вроде капитана Андриенко. Расскажи, пожалуйста... И имя, отчество? Имя, отчество, не знаю, он не мой. Я понял, хорошо. Командир части. Командир части, как звали? Командир части. Только не обманывайте, пожалуйста. Пикулин Виталий. Он хочет, Аню, помню. Как? Еще раз четко. Пикулин Виталий. Пикулин Виталий. Пикулин? Пикулин Виталий. Ля, он слушает. Знаешь, на кого похож? На космоса. На космоса из бригады. Прийдите, говорили этот... Многородно. Такой теперь Мерседес у тебя и только у тебя. Просто девушка, позвоните. Послушай, кто тебя убивать не будет? Ты меня не слышишь? Послушай. Ты живой, намного интереснее, чем Мерседес. Не будет тебя никто убивать. Я доктор, я тебя обрабатываю. Что ты плачешь? Тебе стыдно? Это чье вот это? В жизни ни разу не выстрелили? Ну, конечно, не выстрелил. Ну, не ты выстрелил, в тебя выстрелили. А пусть присядет. Подожди. Он сразу даже не стрелял, Маш. О! О! Что такое? Алло! Нет, это не мой человек. Алло! Нет. Подожди, входящий вызов. Это чех приехал. Подожди. Тихо. Алло! Алло! Ты нужен живой. Нет еще. Как кому-то не видишь? Заеби его. Нет, вообще нет. Вы сегодня нас не обидели, вас никто не обидит. Здесь нет у нас чего-нибудь.